Информационный день продолжается. Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко и далее поговорим о главном. Украинцы – жертвы внешней агрессии, а не гражданской войны. Заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в ходе выступления на форуме, посвященном реформам. Он подчеркнул, Евросоюз никогда не признает аннексии Крыма, так как это очевидное нарушение международного права. Также, по словам Мингарелли, в ЕС поддерживают план, разработанный министерством по вопросам временно оккупированных территорий. В нем идет речь о реинтеграции дипломатическим путем неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. По мнению Мингарелли, этот план следует продвигать среди населения по обе стороны от линии разграничения. И пока не будут выполнены минские договоренности, санкции должны оставаться. Вы являетесь жертвами иностранной агрессии. Происходящее на Донбассе не является гражданской войной, как некоторые пытаются говорить. Мы должны сделать все возможное, чтобы санкции за эти события были сохранены до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены. Также глава Европейского представительства надеется, что без виз Украина получит к лету. Есть определенные причины, которые сдерживают процесс. При этом, отмечает Мингарелли, украинцы, безусловно, заслуживают свободно путешествовать в страны Евросоюза. Напряженная обстановка на Донецком направлении сохраняется наиболее активно. Боевики обстреливают участок фронта Авдеевка-Пески. Применяют в основном минометы. Защитники Авдеевки вчера находились под вражеским огнем более семи часов, сообщили в штабе АТО. Также режим тишины боевики нарушили в Зайцево и Верхнеторецком. На рассвете обстреляли украинские позиции на Светлодарской дуге в районе Луганского. В Луганской области эпицентром боевых действий стали Попаснянский район, Крымская и Станица Луганская. Обстрелы велись из стрелкового оружия и минометов. На Мариупольском направлении вчера из пушек, танков и минометов боевики обстреливали оборонительные позиции сил АТО в Водяном и Широкино в течение трех часов. До позднего вечера на этом участке фронта враг широко применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Мариинском районе боевики нарушили режим тишины дважды, днем и вечером, в обоих случаях применяя минометы вместе со стрелковым оружием. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранение в Широкино. Оккупанты маскируют запрещенное вооружение на гражданских объектах. По данным украинской разведки, семь 122-мм самоходных арт-установок зафиксированы во дворе детского сада в селе Макроиланчик Донецкой области. А во дворе роддома в Южной Ломоватке Луганской области разместилось подразделение противника на БМП. В Донецке российские наемники стреляют по силам АТО с территории завода химических реактивов в Куйбышевском районе. В рядах двух армейских корпусов, созданных Россией, на оккупированном Донбассе воюют более 36 тысяч наемников. Из них минимум 3 тысячи кадровые военные российской армии. В их распоряжении 380 танков, более 900 боевых бронемашин, свыше 1000 единиц артиллерийского оружия и 350 единиц средств противовоздушной обороны. Сфабрикованное политическое дело. Так, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение московского суда оставить под стражей Романа Сущенко. Очередной отказ изменить меру пресечения украинскому журналисту, закрытый режим судебных заседаний и недопуск украинского консула на заседание поддерживают предвзятость российской Фемиды. МИД Украины требует от России немедленно прекратить расправу над украинским гражданином, освободить его и вернуть на родину. Напомню, сегодня московский суд отклонил апелляцию на продление ареста Романа Сущенко до 30 апреля. Его незаконно задержали в Москве в сентябре 2016 года по обвинению в шпионаже. Адвокат Марк Фейгин назвал решение суда прогнозируемым и призвал всех поддержать Романа Сущенко и других украинских политзаключенных на марше памяти Бориса Немцова 26 февраля. Там планируется отдельная колонна в защиту украинских узников. Всего с начала оккупации Москва незаконно задержала более 40 украинцев. Новое видеодоказательство против экс-беркутовцев. Его представили на судебном заседании по делу пяти бывших бойцов роты специального назначения «Беркут». Их обвиняют в расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. Ранее неизвестное в расследовании видео прислали защитникам одного из пострадавших на условиях анонимности. На нем зафиксированы события того дня, происходящие на улице Институтской с 9 до 10 утра. На этом видео зафиксировано, что выстрелы велись со стороны правоохранительных органов в сторону активистов. Как происходили убийства, на этом видео четко видно. В некоторых случаях мы видим непосредственное попадание пули в человека. Это видео очень важно для дальнейшего исследования, траектории движения пуль и так далее. Дело пятерых бойцов «Беркута» рассматривают в Святошинском суде Киева уже почти год. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Подсудимым инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Обвиняемые не признают своей вины ни по одному пункту. Генпрокуратура рассчитывает на вынесение приговора в течение года. Ядерный могильник Вакулинчук времен СССР ликвидировали в Житомирской области. Часть радиоактивных отходов вывезли на Киевский завод «Радон», часть – Чернобыльскую зону. Проект реализовали при поддержке НАТО. С очищенной земли вернулась Ярослава Гурбик. Эта земля со времен Советского Союза и до прошлого года хранила в себе радиоактивные отходы. Эта территория принадлежала воинской части бывшего СССР. После ликвидации могильника радиоактивный фонд тут не превышает норму и является безопасным для людей. На извлечение ядерных отходов понадобился целый год. Работы проводили в три этапа. На первом этот могильник в виде колодца обследовали. Далее – обработка, а затем изъятие радиоактивных отходов из самого хранилища. После их упаковали и перевезли к местам захоронения. Завершающий этап – рекультивация территории. Этот проект уникальный в Украине. Мы впервые реализовали проект, связанный с радиоактивными отходами. Все работы по ликвидации от начала до конца провели украинские специалисты. Поскольку международный конкурс на получение тендера выиграла именно украинская компания. Она проявила профессионализм и соответствие всем требованиям. С могильника в Акуленчук изъяли более 40 радиоактивных источников. Общим весом – тонна 216 килограммов. Их здесь захоронили еще вооруженные силы бывшего СССР. Территория, на которой мы находимся, раньше принадлежала стратегическим ракетным войскам. И на данной территории производились работы с ядерными боеголовками. В 93-м эту территорию в пользование от Министерства обороны получила Госпогранслужба. И только в 2002-м специалисты обнаружили на участке превышение радиационных показателей более чем в тысячу раз. Тогда и возник вопрос о перезахоронении отходов. Удалось реализовать проект в прошлом году. Трастовый фонд НАТО выделил на него 850 тысяч евро. Германия выступила ведущей страной по внедрению этого проекта. Помощь также оказали Люксембург, Швейцария и США. Это демонстрирует, что НАТО готово и в дальнейшем поддерживать Украину во многих направлениях, не только в военных, но и оборонных вопросах. Жители поселка вздохнули с облегчением. Тут теперь хоть грибы и ягоды собирай. К тому же неподалеку места отдыха от территории, где был радиоактивный могильник, населенному пункту здесь рукой подать. Данный объект был размещен в двух километрах от населенного пункта, где проживает более двух тысяч населения. Эта ликвидация могильника снимает социальную напряженность и позволяет восстановить здесь природу. Теперь в озерах местные смогут спокойно ловить рыбу и тут отдыхать. Со времен СССР в Украине кроме объекта на Житомирщине осталось еще четыре подобных радиоактивных хранилища в Кировоградской, Ивано-Франковской и Донецкой областях, а также в Крыму. Потенциально напрямую радиоактивные отходы под землей не несут угрозы, но эти объекты сейчас находятся без присмотра. Поэтому с уверенностью сказать, что здесь нет утечек в окружающую среду, мы не можем. НАТО и Украина продолжат сотрудничество по ликвидации могильников. Первое на очереди хранилища в Кировоградской области. Работы там начнут уже в этом году. Далее на Прикарпатье. Кроме того, в планах вывоз источников излучения из хранилищ киевского спецкомбината «Радон». Ярослава Гурбик, Дмитрий Гришко, Юэй Ти Ви. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на Фейсбуке и Ютьюбе. Я же прощаюсь с вами ненадолго. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин